доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити сегодня у нас на дворе май месяц и я должен вам рассказать интересную историю произошедшую со мной буквально несколько недель назад вернее продолжительность была недели на 34 вот ну значит получается сколько больше даже месяц наверно месяц назад ко мне на консультацию пришел некий молодой человек звали его дмитрием вот здесь вот он обозначен значит на картинке можно не обращать внимание они нечто такое символизируют вот тут изображены умственно отсталые люди и олигофрена я специально задал в поиске значит такой поиск вот одна картинка символизирует собой в восточном стиле символизирует собой вора и олигофрена умственно отсталого человека на них можно не обращать внимание речь идет вот о чем значит соответственно месяц назад будем так говорить ко мне на консультацию обратился молодой человек ну как молочек не молодой уже человек ему 39 лет 39 лет скоро 40 ему исполнится он ко мне пришел на консультацию и мной с ним было проведено порядка семьи может быть 8 консультаций зовут его дмитрием 39 лет мы с ним начали общаться я сначала не понял вроде адекватный молодой человек такой обычный мужик хороший такой вообще общительный в общем-то с юморком не зуб ногой сначала да то есть они настолько сейчас уже большой специалист чтобы как мои коллеги там по первым словам определять и выставлять диагнозы но к сожалению так значит мы с ним стали общаться первая консультация вторая консультация третья четвертая пятая ну и так далее продолжались эти консультации порядка вот месяца но нам 3-4 недель вот так вот будем гореть впервые месяц назад он ко мне обратился это дмитрий юморной человек с высшим образованием все значит у него хорошо проучился он там где-то но я уж не мне не помню не знаю где выяснил я что учился он свое время в школе для не одаренные детей как будем сейчас это называется да то есть как бы необычную школу закончил такую вспомогательную школу но тем не менее он компенсировался видимо то есть вошел социализировался компенсировался получил даже высшее образование какое-то такое я так понял насколько понял какой-то типа высшее заочное какое-то вот такое и соответственно мы с ним консультировались и вот до меня доходит там на пятом на шестом сеансе для меня доходит господи так он же олигофрен то есть у него умственное развитие то есть вот он вроде образованный вроде начитанный там занимается там какой-то работой строительной то есть он тому руки неплохо подвешены как говорится из того места растут но я вот это грешу когда исповедь моя такая что я не сразу разобрался что он не то что он олигофренатов он человек недалекий это однозначно информированный то есть там насмотрелся там youtube и tick tock а значит нам каких-то там еще передач ником никогда никаких не читал принципе вообще не читает никогда не читал учился не очень хорошо в школе даже в этой вспомогательной но тем не менее молодец он до молодец он компенсировался с первого взгляда как говорится и не скажешь что у него какие-то умственные проблемы у этого дмитрия ну хорошо значит идут консультации у него там проблемы с семьей он женат женщины с ребенком значит консультации идет мы значит с ним общаемся и в конечном итоге я понимаю какие бы стратегии дальнейшее развитие его судьбы жизни я бы ему не направлял его то есть консультирую самая большая проблема у него что-то он за чтобы не взялся у него хорошая значит там это практическая сметка там руки как я уже говорил из того места растут что-то практическое сделать там смеситель поменять ну как у любого не лига френа так скажем да он конечно не лига френд ну как пишем психиатры медицинские психологи клинические психологи пишут сниженная норма интеллекта то есть он не дотягивает до вот этих 71 IQ то есть он чуть повыше наверно находится если с ним проводить классический тест векслера он соответственно не дотягивает до 71 IQ все-таки чуть-чуть повыше но сниженная норма интеллекта то есть практически конкретно конкретно действие на уровне мышления практически взгляд на жизнь очень такой воплощенный упрощенный при этом там он человек начитанный то не начитанный а насмотрены там ютуба прежде всего интернета он молится на интернет он там сидит на каких-то форумах книг не читает абсолютно ноль процентов но смотрит интернет видимо где-то сидит там на ютюбе тик токи каких-то информационных передач смотрит такая отсутствие основ образования до поверхность на всех вот этих знаний каких-то отсутствие глубины этих знаний в каких-то областях вроде что-то знает вроде может что-то по каждому поводу высказаться он такой человек очень не я бы не сказал религиозный но странно у него такие философские даже не философские трудно это назвать философскими какими-то принципами нахватался с разных значит елок с одной елки яблоко сорвал с другого с другой пальмы значит банан вот ну не живет вроде нормальный человек но в итоге в конечном итоге по прошествии длительного общения с ним там я повторюсь 7 или 8 консультаций я понимаю что этот сниженная норма интеллекта и соответственно граничащие с 71 айкью снижен граничащие уже с патологией то есть умственной отсталостью уровня дебильности если грипп мкб-10 вот очень интересный человек конечно но не он главный даже в этой истории главный в этой истории вот кто а именно никто я вспомнил то есть пообщавшись дмитрием я вспомнил что у меня и до этого в моем профессиональном клиническом опыте был такой человек похоже на него так скажем несколько иного склада и они вот дмитрий напомнил мне как раз от того давнишнего моего знакомого здесь его даже вспомнил я долго не мог вспомнить его фамилию мячество потом вспомнил зовут его почему я даже прописала да вот наверху вы видите здесь на этой странице зовут у гребнях антон борисович это молодой человек он примерно мой я уже не помню точно сколько ему лет мне значит 45 ему где-то наверно может быть он на год на два ли мне младше ли меня или даже может быть мы ровесники ну как-то так занимался он тем что воровал то есть он был вором то есть социальной жизни он позиционировал себя в общественной социальной жизни он позиционировал себя как строитель на все руки вот его даже сейчас выделю вам то есть он строитель на все руки может там и с сантехникой поработать собственно мы с ним по этому поводу и пересеклись когда я начал года три назад значит ремонт нашего офиса лаборатории психологического обеспечения я его нанял там он не один понятное дело работал он такой очень человек общительный интересный я сейчас расскажу о нем более подробно мы с ним пересеклись на почве вот именно как раз ремонта ремонта офиса нашей лаборатории я начал искать бригаду мастера или бригаду ли которая могла бы сделать ряд работам сделать пол ламинат линолеум плинтуса натяжные потолки ну и так далее и вот я с ним он как-то мы с ним пересеклись я уже вот не помню то есть знакомым были с ними до этого так привет привет просто поздоровались и прошли мимо друг друга как-то в общем не помню как это все состоялось лет пять назад познакомились а я он горит так вот я этим занимаюсь я строительством говорит занимаюсь как раз три года у меня так хорошо так значит лабораторию надо ремонтировать его года три назад вот он такой так я это делаю я сантехникой занимаюсь я значит там линолеум могу постелить ну и так далее вот такие обычные тривиальные вещи ну хорошо антон борисович давай будем делать значит я ему плачу деньги он делает покупаем материалы закупаемся у нас городе ездим екатеринбург значит покупаем там ламинат линолеум очень плинтуса сантехнику сантехнику еще что то но неважно какая разница ерунда в общем все вот я строитель но общая с ним более обстоятельственно мы как-то с ним съездили на рыбалку игру поехали лето стоит хорошо у меня удочки я любителю порыбачить антон поехали на рыбалку поехали поехали шашлыки пожарить позже поехали значит пожарим все значит там он со своим другом меня знакомым познакомил мы с ним значит приехали тому что-то у друга искали а да я в то время еще занимался металлопоиском детекторами вот мы ездили по интересным местам по там по старым деревням о скифским курганом в общем по золотым речкам интересно было это я давно как камни у нас тут средний урал камни мы ходим по золоту едим на драгоценных камнях тут маза изумруды топазы топазолиты кто знает тот меня поймет это целое большое сообщество на среднем урале вот мы с ним тоже агрот я этим увлекаюсь антон говорит антон борисович мы поехали вроде покопаем с тобой поехали копать монетки там еще куда-то мы ездили на курганы на какие-то я уже забыл честно говоря давно это было года три-четыре назад одно с ним пересеклись когда я почему вспомнил про него потому что от камня на консультации пришел дмитрий как бы до сниженная норма интеллекта в общем-то наблаты кавшийся человек без образования формально есть выше да но без образования ничего не знает глубоко ничего не знает подобно я так не без лишней скромности скажу подобно мне очка человеку допустим разбирающемуся маленьком кусочки клинической медицинской психологии и промышленной психологии вот он всего понемножку знал равно как и дмитрий равно как это этот гребнев антон борисович но он строительством себя занимал в рабочее время гребнев этот антон параллельно общаясь с ним там закупая материал куда-то поехали к фитонбург я понял что он должен очень много много денег очень очень многим людям то есть он занимался тем что он вор на доверие да то есть гребнев антон борисович это вор на доверие он входил в доверие к другим людям значит там по предлогам того же ремонта предположим еще каких-то вещей там сельского хозяйства давайте вам скопаю чем у меня сил много я вам скопаю конечном итоге он обворовывал людей то есть занимал ли у них деньги потом пропадал с концами он нигде не светится в социальных сетях он так это об этом собственно сам с гордостью заявлял что его найти фотографию нигде невозможно но конечно же он не зато не за счет того что он там строитель у него там не сам он даже делал большей степени но и он тоже делал конечно но и другие люди у него там были помощники молодые ребята занимались тоже всем помогали ему там понятно что ему проще там заплатить пацану там 18 летним 20-летним безработному чтобы он там линолеум расстелил и так далее там чернорабочий он управлял как дайте этой бригады его так скажем молодой не важно важно то что смысл в том заключается что вот этот гребнев антон борисович он жил не на то что он там что-то там построил и строил это и все но он жил в основном у него основной доходу то что он втирался людям разновидности стапа бендера только со знаком минус то есть он втирался в доверие к людям и соответственно зарабатывал на этом деньги то есть занимал не деньги под конец там общения чувствовал что все надо заворачивать эту петрушку и пропадал с концами там отключал телефон менял семьи меня просил поменять ему симку то есть купить на свое имя дать ему симку ну вот он так вот то есть он занимался тем что обворовал людей вор на доверие есть такая определенная каста воры на доверие вот они втираются в доверие к людям и в конечном итоге занимают там деньги еще как-то или еще как-то выкручивают в процессе он у меня работал то есть он делал мне ремонт моей лаборатории я ему платил за это деньги ничего не скажешь ремонт он сделал хороший но смысл-то в том что вот эта мраза то и вот этот склад ума меня тогда удивил по меньшей мере то есть он тоже у меня занял деньги потом пропал с этими деньгами небольшими копейчин давайте такие люди они занимаются тем что мелочи с карманов ты ряд вот так вот я скажу то есть если ремонтом условно говоря там стоил там 100000 условно говоря то он к себе в конечном итоге к рукам приврал там 20000 то есть у него там больше наверно отжал сколько-то он еще там получил на значит закупки перепала ему на закупке строительных материалов там ламината и линолеум и ну и всего подобного сколько то он себе там отщипнул ну и в конечном итоге обокрал меня на 20000 мелочь по карманам тырил просто-напросто то есть это не те деньги ради которых ну вот честно говоря это просто склад ума подлость конечно да это психопатия то есть у него несомненно психопат и не соответственно такой же человек как и дмитрий он такой поверхностный психопат то есть он нахватался каких-то поверхностных знаний неглубоких и за счет этого жил вор сниженная норма интеллекта гребнев антон борисович сниженная норма интеллекта проявляющиеся не в отсутствие знаний там лет даже у него образование уж не помню было у него образование не было неплохо но такое создавалось впечатление вполне адекватного меняемого человека то есть честного на первый взгляд оказалось в конечном итоге что он вор это самый большой грех по библии по евангелию ну ладно и вот консультация с дмитрием вернусь на шаг назад она опять же да значит всплывал мы мои головы воспоминания от об этом мелком воришки гребневе антони борисович их схожести у этих людей когда я вдруг я неожиданно вспомнил все это да то есть вспомнил эту историю меня меня поразило то что они очень схожи то есть по своему складу характеру по качеству своей мыслительной деятельности оба человека недалекие однозначно не умные на первый взгляд кажется что умные вроде что там знают даже по философии могут порассуждать но по факту это вот просто от какие-то отрывочные поверхностные знания подчеркнутые из ютюба тик тока каких-то отрывочных там передачах книги не тот ни другой не читает то есть не знают книг никаких там не знаю там кто такой достоевский грубо говоря не знают а вот то что там какая-то практическая сметка да и у я давайте так сделаю обведу их теперь уже вместе потому что они представляют из себя очень интересный вот в общем такой интересный несомненно тип людей такой забавный тип людей недалекость сниженная норма интеллекта психопатия неспособность чего-то какому-то искреннему поведению честности неспособность ну как может быть вору честным быть это это несопоставимые два понятия то есть если человек честен добр по отношению к другим эти люди соответственно не умны не добры нечестны что дмитрий что этот гребнев антон борисович очень забавно было вот тогда это все наблюдать казалось я тогда тоже кстати ошибся я воспринял его как адекватного человека потом я понял что он вор самый настоящий вор на доверии и не только там меня обманул на какие-то сущие копейки там на то есть прошло вот сколько три или четыре года я вдруг встречаю аналог антона борисовича не было так забавно то есть опыт у меня вот ложился я вот это дмитрий встретил на консультации на пришел он ко мне я понял что он такой же точно тоже позиционирующий себя как нечто знающие понимающий человек это дмитрий там могущий собрать там что угодно там какие-то вопросы технические решить но по факту когда я начинал вникать в те обстоятельства его жизни я имею ввиду дмитрия я понимал что в конечном итоге это человек поверхностный и пустышка по сути своей то есть он не представляет из себя абсолютно ничего в каком смысле за чтобы да за чтобы он не брался вот это дмитрий он в конечном итоге не доводил дело до конца это раз не доводил дело до конца стремился по мелочному по мелочному где-то что-то ну вот он рассказывал мне истории своей жизни как он что делал чем занимался тоже строительстве где-то работал цемент мешал еще что-то делал то есть фактически это человек который чтобы не придумал своей жизни чтобы он не делал он в конечном итоге всегда оказывался из-за своего недалекости глупости не ума он оказывался всегда в проигрыше то есть не вечно не было денег вот он сам не это был об этом рассказывал лично нет денег вроде работаю вроде стараюсь что-то сделать понятно я вину долю он там бездельничал там сидел там где-то на ютюбе на каких-то ютюбах там каналов я не знаю каких черпал какие-то поверхностные знания казалось что он что-то знает это два собака два сапога сапога то есть пара сапог гребнев антон борисыч вот этот дмитрий они парадоксальна в том что я почему-то вспомнил то что они и те и другие позиционировали себя как вроде люди рукастые да бог с этими рука с костями вот так она есть то есть люди со сниженным уровнем интеллекта вы помните из моих предыдущих видео что существует так значит наглядно образный уровень мышления наглядно самый низкий наглядно действенный уровень мышления более высокий атрибутивный или значит понятийный уровень мышления более высокие уже идет абстрактный метафорический уровень мышления 4 уровень мышления это вы холостивым мышления ну не важно важно то что их мышление что гребнева антона борисыча что этого дмитрия он находится вот на таком низком наглядно действенном уровне мышления при общей каком при общем каком-то флёре при общем таком напластовании какой-то образованности каких-то знаний на самом деле поверхностных понятно и вот это и сближает несомненно я предлагаю ввести в понятие понятия так называемого габ то есть обратите внимание гребнев антон борисович габ вот это тот уровень мышления который не достигает олигофрении не дмитрий не антон борисович гребнев не являлись а для лига фенами а у них сниженный уровень интеллекта как следствие или переплетение тесное с отсутствием каких-то настоящих моральных нравственных этических правил и ценностей в поведении в жизни и эти люди всегда в проигрыше господа вот этот габ он всегда будет в проигрыше у ганнушкины великого русского психиатра выделяется он выделяет 16 типа психопатий я предлагаю ввести еще один термин вот этот габ по аббревиатуре гребнева антона борисович должен что он когда-то все-таки чего-то добиться этот значит такой забавный человечек и войти в историю должен я считаю вот этот тип людей тип психопатов то есть с не резко выраженным снижением уровня обобщения не достигающим уровня олигофрении и соответственно социальной дезадаптации как таковой в конечном итоге и у того и у другого выражающиеся вне достижение каких-то жизненных целей но что он там наворовал вот этот антон борисович идет по жизни до взрослым уже дмитрий взрослый мужик 39 лет да тоже там ущипнул тут ущипнул что тот что другой тут обрак обокрал тут обокрал на десятки тысяч если на десятки слава богу если надо на две три тысячи как правило такие люди живут то есть где-то там перехватят тут перехватят они вроде не глупы на самом-то деле глупы конечно если быть твердым четким в определении очень очень крайне интересный тип людей не очень любопытно и интересно а встречу ли я еще таких людей их не встретишь наверное нет мы встретишь если поискать конечно где-то психиатрической клинике они точно туда не попадают они вроде как бы и не психопаты но на самом деле психопаты и вроде бы как бы или не не олигофрены но все-таки со сниженным уровнем интеллекта очень очень интересный тип людей вот я предлагаю ввести психиатрию термин габб по им фамилии по имени фамилии отчества пускай он войдет в историю значит ввести в клиническую практику термин габб то есть еще раз повторюсь чтобы это все-таки печаталась в ваших мозгах то есть ваших мыслях сниженная норма интеллекта не достигающего уровня олигофрении это социальная дезадаптация отсутствие моральных нравственных этических норм и правил поведения то есть и тот и другой могли себе позволить все что угодно для них не существует каких-то ограничительных рамок или же если они существуют эти рамки то они ими легко и с успехом преодолеваются и не их переступают соответственно могут сделать все что угодно ограбить обокрасть убить могут несомненно они как любой психопат любой психопат мужчины это всегда лицо в лицо с гипер да то есть они могут там ударить избить что угодно это имя недопустимо потому что вор он вор он должен допустим там по форточкам влазить или там втираться в доверие тетушкам сидящему подъезда и с чердака белье тырить грубо говоря то есть мелкий воришка такой да по мелочи ворующий это кстати в уголовной среде самый неуважаемый тип воров мелких вот этих воров на доверие они обманывают как мужчин как и женщин я сейчас говорю об антоне борисовича гребни и а дмитрий но он силу своего недостатка образования сниженные нормы интеллекта агрессивности и тот и другой были несомненно очень агрессивны они не давали распуска как говорится своей агрессии своим рукам и так далее они работали более мягко да то есть это приносило по-видимому с их точки зрения больший доход то есть и тот и другой могли сказать что я могу это сделать это сделать это сделать не могли действительно если хотели сделать там ремонт допустим в квартире или еще что-то кому-то помочь скопать действительно ту же грядку или там я не знаю там посадить что-то там на участке поработать но при этом если они видели потом у хозяев там в садовом домике кошелек случайно они могли в этот кошелек залечь залезть и не все деньги забирали а там из допустим 10 тысяч забрать тысячу а хозяева потом сам чуть-чуть 10 тысяч было сейчас осталось 9 да как же так а вот они брали не все отщипывали себе кусочек потом эту тысячу благополучно там проедали проедали причем не тот не другой не дмитрий не гребнев антон борисович они не позиционировали себя как алкоголики не оба не пьющие тело люди то есть они не пьющие люди если они украли вот они из 10 тысяч из кошелька такие люди вытащат тысячу и спокойненько значит с чувством собственного долга выполненного свое своего предназначения они уйдут вдаль значит на то есть это не те люди которые там увидели там кучу бабла и давай значит нацелились на то чтобы все нет это роднит их состава бендера моста бендер говорил о том что если у человека что-то забираю да я им должен что-то в ответ дать чтил уголовный кодекс это они тоже 100 гребнев антон борисович что дмитрий они чтут уголовный кодекс но тем не менее помаленьку подворовывают отщипают щипачи таки воры на доверии еще раз повторюсь очень очень интересный тип психопатии конечно это прежде всего психопатия для них самих страдание и все такое но так вот сложилась их жизнь то есть невысокий уровень интеллекта невоспитанность да то есть им не привили нравственные моральные этические нормы они просто них не знаю ну и соответственно вот живут подобным образом это история с дмитрием месячные консультации там 7 или 8 консультации с ним было вдруг меня всколыхнула в памяти вот историю с гребневым антоном борисовича минут я предлагаю габ габ гребнев антон борисович психопат олигофрен воришка мелкий на доверии как один так и другой как дмитрий так и борисович вот вот собственно такая история я не знал как о ней рассказать рассказал уж как умел условно говоря вот такая вот интересная история в моей практике случилось дмитрий и гребнев соответственно габ на этом собственно все вот беру за благодарю за внимание и удачи вам